Когда их называют мелкими, они улыбаются в ответ. Ведь в руках небольших фермерских хозяйств почти миллион гектаров земли, треть всей пахотной площади в регионе. Больше 30% кубанского зерна производят именно фермеры. Поддержка малых хозяйств в числе основных задач, стоящих перед руководством края. Дополнительно в этом году на их развитие в регионе направят 700 миллионов рублей. Губернатор признается, при выборе отраслей, на которую пойдут деньги, спорили до хрипоты. Все эти средства пойдут только туда, где эффективно работают. Где есть реальная отдача, где есть реальный результат. Просто так делать господдержку ради господдержки никто не будет. Вот ответные ваши действия – это реальный результат в области агропромышленного целом комплекса. Каждый в рамках своих направлений. Нам нужна на каждый вложенный рубль, в том числе и вам, нужна конкретная налоговая отдача. Так не бывает. Просто деньги в землю никто тоже зарывать не будет. И если вы покажете экономику, на следующий год мы еще больше увеличим поддержку. Приоритет в господдержке получат и крестьяне, занимающиеся животноводством. В крае серьезный перекос в сторону растеневодческой отрасли. В ней работают 70% всех фермеров. Это выгоднее, но в перспективе путь в никуда, особенно в условиях санкций. Растеневоды, фактически имея собственную кормовую базу в виде зерна, часть продукции могли бы пустить на переработку для корма животным. Соответственно, содержать тех же коров станет дешевле. У нас гектарная поддержка, которая сейчас будет выдаваться, она будет выдаваться на гектар пашни с нагрузкой в животноводстве. То есть она напрямую будет идти с животноводом в большей степени. И тот, кто не занимается животноводством, будет получать 340 рублей. Кто занимается животноводством, будет получать 1800 рублей на один гектар пашни. Вопросов у тех, кто работает на земле, накопилось немало. Пришлось даже отойти от регламента проведения съезда. Предложения губернатору по поддержке крестьян звучат прямо из зала. Районы разные, проблемы одни и те же. Дошло до того, что фермеры боятся приводить в порядок прилегающие к их полям лесополосы. За это природоохранные и контролирующие органы подают на них в суды. В это время земли зарастают сорняком. А уже лесополосы завалы разобрать или сухостой убрать, это вообще катастрофа. Мое предложение. Их надо передавать фермерам, землепользователям, не обязательно фермерам, в аренду. Отрепетировать этот рычаг и передавать, чтобы мы занимались. Фермеры готовы убрать их лесополосы в аренду? Да, это недорогое дело будет для фермеров. Сергей Владимирович, ответ сам в зале и нашелся. Возьми теперь просто его и исполнивайте. Все лесополосы, которые существуют, неважно, краевые, федеральные, здесь не может быть препятствий в том, чтобы они взяли лесополосы и наведили в них просто порядок и чистоту. Если они сами готовы их взять, мы должны им еще деньги за это платить, по большому счету, что они их будут чистить. Договорились? Все. В сельском хозяйстве, как и в любом бизнесе, время – деньги. Чтобы оперативно пробивать решение любой возникшей проблемы, собравшиеся предложили создать должность уполномоченного по правам фермеров в Краснодарском крае. Губернатор инициативу поддержал. Кандидатуру крестьянского омбудсмена выберут сами аграрии. Тот человек, который будет вне, находиться в министерстве сельского хозяйства, напрямую докладывать мне и напрямую решать вопросы, связанные с фермерским развитием в нашем крае. Кандидатуру, которую предложат или Аккор или В, это уже вопрос вашей совести. То есть, чтобы потом не говорили, что я готов его слушать, готов с ним общаться, готов пробить ему все двери во все инстанции. Но он должен быть реально тем, который будет стоять за вас горой и отставить все ваши интересы. Развитие села – это не только субсидии на производство. Один из ключевых факторов – желание молодежи оставаться жить и работать в своих станицах. Вениамин Кондратьев предложил администрациям районов определять количество детей-фермеров, которых отправляли бы на целевое обучение в Кубанский аграрный университет. Крестьянство, по мнению губернатора, и есть подушка безопасности всего региона. Пока вы разрознены, вы уязвимы. Вам все равно необходимо по различным принципам все равно объединяться. Знаете, я даже говорил с банкиром, почему вы идете в сторону агрохолдингов? Очень простой опять-таки ответ, очень простой. Он говорит, знаете, вот с холдингом кредитный договор, я заключу один, а тут 300 фермеров. Хотя если вы будете в ассоциации, здесь тоже. Понимаете, они также один договор заключат, но с ассоциацией или с кооперативом фермеров. Я еще раз подчеркиваю, чтобы с вами не заигрывали, а с вами считались. Вы должны стать мощным реальным классом. А это один только путь – объединение. Поддержки региональных властей крестьянские хозяйства могут не сомневаться, заверил губернатор. От края уже направлены предложения в Государственную Думу об отмене для фермеров торгов за землю. Это позволит им не участвовать в конкурсе, где участки обычно выкупают богатые холдинги. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.